Здравствуйте. Спасибо. Как вы себя чувствуете? Как настроение? Надеюсь, что все подкрепились, пообедали. Я вижу, что у нас новые слушатели подошли. Добро пожаловать. Это Калина Пателеева, она 3D-художник, она работает в хаус-группе. И те люди, которые здесь были сегодня утром, уже услышали про V-Ray для Reving. Сейчас мы перейдем ко второй и третьей части сегодняшнего дня. И начнем с программы, которая является одним из последних добавлений в семейство V-Ray. Это V-Ray для SketchUp. Но пусть вас не беспокоит, что это конкретно SketchUp. То есть не отвлекайтесь сильно на именно название программы, потому что мы скорее стремимся предоставить инструмент для визуализации ваших идей. И сейчас V-Ray работает все больше и больше над тем, чтобы можно было плавно переходить из одного приложения в другое и работать кроссплатформенно. И я думаю, что все, что я могу сделать, это рассказать вам о том, как это работает, может быть, дать вам какие-то интересные идеи. И теперь давайте я вас спрошу. How many of you use SketchUp? Кто из вас использует SketchUp? V-Ray для SketchUp? А V-Ray для SketchUp? New version 3.4, а V-Ray для SketchUp? Anybody who uses Rhino? Anybody who uses Rhino? Anybody who uses Rhino? Anybody who uses Rhino? Okay. So, those I'll be presenting in SketchUp. I'll be presenting in SketchUp. But those of you using Rhino. But those of you using Rhino. But those of you using Rhino. You should know that the new version of V-Ray for Rhino is the same. Учитывайте, что V-Ray для Rhino в новой версии точно такой же, как V-Ray для SketchUp. We don't have any differences that in Rhino we have direct Grasshopper rendering. Единственная разница, что в Rhino есть собственный рендерер – это Grasshopper. So, those of you using Grasshopper, this is super useful, because you don't need to bake the information. You can just render directly from Grasshopper. From then on, you're speaking about the same software. And I'm presenting this as a new software V-Ray for SketchUp. Because it's actually a very old V-Ray. But since V-Ray 2.something, the program has evolved so much, and now it's so much easier to work with, and so much more powerful. that this is one of major, major relates, that this is one of major, major relates. And honestly, it's one of my favorites. Because working with it is such a pleasure. Потому что с ней очень-очень приятно работать, она супер-простая, супер-быстрая и при этом очень мощная, то есть она дает возможность сделать замечательные изображения. И здесь мы хотели дать вам серьезный инструмент, но с очень простым, интуитивно-понятным интерфейсом для простой работы. И я видела, что иногда даже продвинутые пользователи 3ds Max, они, когда переходят в эту программу и смотрят, как выглядит бирейный скетчап, это настолько интересно, они просто смотрят и говорят, да интересно, все-таки попробую. И сегодня я постараюсь добиться, чтобы вы полюбили бирейный скетчап, так же, как люблю его я. И, конечно, мы начнем с краткого рассказа о самой программе, о том, как она работает, какой там интерфейс, где что. И во второй части презентации я расскажу вам про большой архитектурный проект, который был выполнен в скетчап и, соответственно, бирей для скетчап. И расскажу вам о некоторых интересных приемах, дам общие советы, которые подходят для архитектурной визуализации, то есть tips and tricks, разные советы и хитрости. Ну, и день у нас сегодня структурирован так. Сначала знакомимся с программой, а потом смотрим, как она работает. И мы начинаем говорить о вирее для скетчап 3.4. Полностью обновился интерфейс, то есть, соответственно, совершенно другое восприятие пользователя. Если вы с утра слушали про Ревит, то вы, наверное, видели вот этот вот вводный материал. Но это самое начало, если мы говорим о скетчапе. Здесь у нас тоже полная библиотека материалов. Более 500 материалов в библиотеке. Полностью функциональный вирей сворум, то есть распределенный рендеринг, который можно использовать просто и интуитивно понятно. Также можно использовать деноизер. Можно делать изображения для виртуальной реальности, тоже просто буквально за нескольких кликов. Секшен-кутинг или вирей клиппер здесь функционирует, даже как кастом-меш. Здесь можно делать сечения и разрезы. Здесь полностью работает вирей клипер, причем не только как плоскость, но и как произвольная геометрия, произвольная сетка. И я, естественно, про каждый из этих пунктов подробно расскажу. Я думаю, вам будет интересно посмотреть на то, как здесь создается трава или фер, мех. То есть это процедурное создание травы, меха на других объектах. И, конечно же, дополнительные оптимизации и идеи о том, что вы можете сделать. Начнем с интерфейса. Сейчас 95% того, что можно делать в вирей для скетчап, сосредоточено в одном инструменте. Замечательном инструменте. И, конечно, лучшим, это просто показатель скетчапа. И, конечно, здесь мой скетчап. Я использую скетчап, я использую версию 2017 года, бесплатную версию. Когда вы ставите в вирей, то у вас автоматически вот здесь сверху добавляется панель инструментов. Она делится на три основные категории. Это шорткаты для рендеринга. Лайд шорткат для освещения. И разная оптимизация геометрии. Но самое интересное здесь, это вот эта большая иконка вирея. Она открывает нам редактор ассетов вирей. Это тоже, как я уже говорила, можно контролировать 95% от всего вирей. И именно этот инструмент на 95% выполняет все, что нужно сделать в вире. Поэтому познакомьтесь со своим новым лучшим другом. Ассетедитер имеет четыре основных категории, а именно материалы, свет, геометрия и настройки. В каждой отдельной категории вы увидите вот такую стрелку, указывающую направо. Она открывает дополнительную панель настроек, продвинутых настроек. И, соответственно, вы можете выбрать, как работать. Допустим, для рендеринга. Вы можете просто использовать пресеты, которые уже настроены. И, допустим, просто остаться вот в этой средней части, не уходя направо. Это так называемые быстрые настройки. Или, если вам необходим дополнительный контроль, какие-то продвинутые опции, то уходите направо. И здесь уже более продвинутые настройки. Естественно, все они связаны, да? То есть, где бы вы ни меняли, оно меняется все. И некоторые настройки, кстати, спрятаны еще вот здесь. То есть, вы видите, вот такую маленькую иконку, ползунок маленький. Раскрывает дополнительные ползунки. То есть, сами выбираете, как вам работать, более простым способом или с более продвинутыми настройками, более сложными. Обратите внимание на то, что вот эта центральная панель, она, на самом деле, вся оптимизирована. То есть, пресеты сделаны так, что они хорошо работают. Итак, какие здесь есть настройки рендеринга? Но если перейти на первую вкладку, материалы, то у нас тоже есть стрелка направо, и она открывает все настройки материала Vray. А кроме того, в материалах есть еще стрелка, указывающая налево. И она открывает библиотеку материалов, которая встроена в Vray для SketchUp. И вот здесь вы можете выбирать необходимый вам материал. Я сегодня буду сделать очень часто. И, естественно, можно, видите, захватывать, перетаскивать, менять интерфейс и настраивать вот таким образом, как удобно вам. Then, let's go and check out the functionality going on in here after we are acquainted with the user interface. First thing that you need to know is that we have simplified rendered itself here. And one of the first things that all the users may notice would be the lack of GAMM options. И, наверное, первое, что заметят те, кто использовал Vray для SketchUp раньше, это отсутствие настроек гаммы. This is in order to simplify your workflow. Мы это сделали для того, чтобы упростить вашу работу. And get rid of the whole debate going on, which GAMM should they use, which shouldn't I, what should they do. You can just add materials and start rendering. И прекратить вот эти вот споры, а в какой лучше гамме работать, в этой или в этой и прочее. Вы можете просто добавить материал и начать rendering. So the moment you open it, the moment you start working at all things would work seamlessly. И теперь буквально с момента открытия программы все будет работать безупречно. Если вы будете открывать сцены, сохраненные в более старых версиях программы, то такие сцены, возможно, будут выглядеть более темными. И мы об этом уже знаем. Это исправляется просто перемещением экспозиции. И все тогда будет нормально. Okay? Coming from there, we can start creating our scene, start rendering, start doing the look and development of the scene. Ну и вот, мы создаем сцену, да, мы создаем сцену, настраиваем ее, рендерим. Okay, and first thing that I would do, if there are materials in my scene, would be to override them. И первое, что я лично делаю, да, если у меня есть различные материалы в сцене, я сначала их всех скрываю одним материалом, то есть делаю поворайд. This will give me one material on top of everything, allowing me to have a better idea of the concept, of the illumination, of what's going on in the scene without being distracted by colors and textures. Потому что, когда у меня вся сцена закрыта одним материалом, я гораздо лучше понимаю геометрию, вообще расположение, композицию сцены, освещение. То есть мне не приходится отвлекаться на различные материалы. Then, of course, I can start rendering this one. And a great tool to do that would be the interactive rendering. Ну и после этого, если я могу это отрендерить, для этого очень удобно использовать интерактивный рендеринг. Of course, V-ray for SketchUp support progressive rendering, bucket rendering, and interactive on the CPU and on the GPU. И, конечно, V-ray для SketchUp поддерживает как прогрессивный рендеринг, так и bucket рендеринг, так и интерактивный рендеринг, как на CPU, так и на GPU. You'll notice that the interactive rendering works beautifully and is super-optimized, especially comparing to previous versions. So, let's actually go into SketchUp, start rendering, and then we can see for ourselves. Давайте сейчас откроем SketchUp, начнем рендеринг, и вы сами увидите. Okay. So, I can start, I can do the material overlay first. Сначала я сделаю material override. Okay, so from here I have the option to... Вот здесь, смотрите, просто включаю material override. Add one material or one color on top of everything. То есть я добавляю один материал, еще точнее, один цвет поверх всего. All of those struggles work on, off, super-intuitively. And then I can enable interactive rendering. Just below I have GPU acceleration option. Just to be super-clear, this is a switch between GPU or CPU. It's not CPU plus GPU. Просто, чтобы не было недопонимания. Это не просто ускорение на GPU, да? Это что, работа на GPU. То есть это не то, что он будет работать на ресурсах центрального процессора и использовать еще ресурсы видеокарты. Нет, если включаете GPU, значит, работает на видеокарте. Off CPU. Вот, если мы ее отключаем, то считает на ресурсах процессора. So, let's start rendering. Давайте запустим rendering. Okay. This is my scene. Вот моя сцена. Okay. And you can see how easily I can orientate in it and change some information. И вы видите, как легко мне ориентироваться, как легко менять точку камеры и вообще другую информацию. The interactive, of course, will get better over time. И поскольку это интерактивный rendering, то он улучшает картинку со временем. So, if you like what you see here, you can just leave it to render and come back after a while when it's there. Поэтому, когда вы нашли хорошую картинку, то есть вам нравится то, что вы видите на экране, вы можете просто остановиться и некоторое время подождать, чтобы он отрендерил изображение. But, for example, if you want to use bucket rendering, Но, если вы хотите использовать рендеринг бакетами, we switch off interactive and просто отключаете интерактивный. We switch off progressive and now we have buckets. Отключаете прогрессивный и все, что дается? Buckets. We can just set the preset, let's say, to draft. Выбираете его качество, тоже с пресетами, да? Я выбрал эскизные качества. This controls the GI, controls the sampling, controls all. И вот этот пресет, вот этот ползунок, он все как раз контролирует. И GI, глобальное освещение, и sampling, все настройки. So, we can just experiment, you know, go low, and just like this change the quality of the image. Вы можете поэкспериментировать, начать с низкого качества, если не устраивает, попробовать качество повыше. So, I think that this is pretty self-explanatory from now on. То есть, в принципе, должно быть достаточно понятно, правда? So, what we can do from here is start experimenting with illumination. Вот, а сейчас мы можем начать экспериментировать с освещением. И освещение – это вот эта вот замечательная связь между камерой и источниками света. For the camera, we, of course, have the physical camera. Камера у нас – это, естественно, physical camera, то есть физическая камера. Full-supported door in real time and all that. Там полностью поддерживаются ее эффекты, в частности, глубина резкости, которая меняется в реальном времени и так далее. Of course, I'll show that. Я это покажу. And for lights, full-supported sketch-up sun. Мы полностью поддерживаем в источниках света, допустим, солнце sketch-up. One thing I can give as a tip, as it is written in here. И прочие источники света. И я хочу дать один совет. Вот тут, кстати, три совета внизу написано на файде. Некоторые пользователи пытаются скопировать старые настройки, старые источники света из предыдущей версии. This may result in some issues. И это может привести к проблемам. Поэтому я вам искренне советую, когда возьмете новую версию, просто потратьте час-два максимум на то, чтобы привыкнуть к ней и привыкнуть к новым настройкам освещения и новым настройкам материалов. Это гораздо лучше, чем пытаться скопировать ваши старые настройки. So, let's see what I'm speaking. Давайте я покажу, о чем я говорю. В программе. Я допускаю VRRT. То есть интерактивный рендеринг. И вот в этой сцене у меня есть источники света. Я их отключу. I have the light list, so I can select the light and switch to off. Смотрите, вот здесь слева список источников освещения. Можно источник выбирать и отключать. Now we have nothing, just a little GI. Все, теперь в сцене ничего не осталось. Ну, немножечко GI, немножко глобального освещения. And let's create a light. Давайте дадим сюда новый источник освещения. From the toolbar, you can just pick the type of light you want. Вот здесь вот наверху, в панели инструментов, перечислены различные типы источников света. So, of course, we have a classic, like plain lights and sphere lights. Естественно, есть классические источники, плоскостный, сферический. Some interesting new additions are spotlights. Добавлены интересные источники света, такие как точечный. The mesh light, which can make any piece of geometry, a piece of light. And mesh light – это сетка, которая превращается в источник света. То есть любой геометрический объект может начать испускать свет. And this little tool, that I want to show you how it works. И вот этот вот небольшой инструмент, но очень важный, я покажу вам, как он работает. So, let's create a light. Давайте сделаем источник освещения. Okay. We position it. Сейчас я размешу. Rotate it. Поверну. Sometimes, sketchup snapping is killing me. Она говорит, иногда вот эта функция snapping, да, к определенной точке в SketchUp меня сильно раздражает. So, we have the light, and now let's adjust it. Итак, вот это будет наш источник света. Давайте его настроим. First thing I can do is make it invisible from the else editor. Ну, прежде всего, я могу его сделать невидимым. It's already there. It's already created. Вы видите, он появился в списке источников света. Это римлайт номер два. And I can just go options. Я могу открыть опции и просто сделать невидимый, invisible. So, now we don't see it directly. Теперь мы в сцене его невидим, как таково. So, we can go and adjust it. А теперь давайте его настроим. One way, of course, would be from the asset editor, changing the color, changing the intensity. И мы это можем делать прямо из asset editor. Мы можем поменять цвет, можем поменять интенсивность. But another interesting thing, when it comes to the intensity we can do. Но, как еще мы можем настроить интенсивность? Очень просто. We can go into this little tool. Можем обратиться вот к этому инструменту. Click on it. Щелкаем по этой кнопке. And nothing will happen. Пока вроде бы ничего не произошло. But if I go over a light. Если я при этом, вот во вьюпорте, наведу мышку на источник света, я сразу увижу в цифрах его интенсивность. So, now, let me just show you my frame buffer. Давайте я покажу frame buffer, как это в ретеринге отображается. So, now I can just left-click hold. Смотрите, вот я вижу интенсивность сейчас 80. Я зажимаю левую кнопку мыши. And if I go up? И тяну мышь вверх. Интенсивность растет. It's getting brighter. So, same thing. I can go on this. No, click, drag down. Зажимаю левую кнопку мыши, протягиваю мышь вниз. And just like this, you can adjust. То есть, вот таким вот образом вы можете настроить интенсивность источников света в сцене. Imagine I'm like changing the volume of your stereo. Это как звук. Мы настраиваем громкость, допустим, там, колонок. Okay, and if you want to go out of this mode, you can just press select. Если хотите выйти из этого режима, просто select, вы нажимаете, и все. Okay. So, this is one way of adjusting the illumination. Это еще один способ настройки освещения. Я сейчас включу все остальные источники для того, чтобы мы лучше видели сцену. Okay? And we can check out what we can do with the camera. Теперь давайте посмотрим, что можно сделать с камерой. As you mentioned, the illumination is a mix between those two. Как я говорила, освещение зависит от этих двух вещей, да, источники света и камера. And the camera here can be controlled two ways. Камерой здесь можно управлять двумя способами. With super easy presets, like depth of field on. Либо есть очень простые пресеты, допустим, глубина резкости. Включаем, выключаем. And then we can control the amount just from here. Ну вот, включаем, что у нас есть определенная глубина резкости и настраиваем, какая именно количество размытости. Вот defocus, расфокусировка. Насколько сильная? You can see now that it's super strong. Вы видите, что сейчас расфокусировка очень сильная. So we need to select a focus point. Поэтому нам нужно фокусную точку. So we can just pick focal point. Нажимаете вот сюда, где pick focal point, выбрать фокусную точку. And click anywhere in the scene you want the focus to be on. Щелкаете в сцене куда-нибудь, где вы хотите сделать фокус. So just like this, clicking on this, you can select your desired focus point. То есть вот там делаете big focal point, щелкайте на эту точечку, да, и переносите ее куда-то в сцену. И вот это будет точка фокуса. This, of course, some people may call a fake way of controlling it. Конечно, некоторые скажут мне, что это имитация, что это неправда все, да, неправильные настройки. But it works beautifully. Но работает хорошо. Хорошая имитация. So, if you want to control it the physically accurate way. Но если вы хотите выставить это физически точно, you can, of course, go into here, the small icon. Раскрывайте дополнительные настройки, вот этим ползунком. And you have the aperture, the shutter speed. А вот, пожалуйста, настройки фотоаппарата, да. То есть у вас чувствительность пленки, апертура, скорость срабатывания затвора, баланс белого. Но на самом деле, то, как выглядит сцена, вы можете быстро настроить даже просто с фокусировкой и выбором точки фокуса. Now, we can proceed a little more about materials. Теперь давайте немножко поговорим про материалы. Okay. First of all, of course, remove the override material. Ну, прежде всего, нужно снять материал, который все закрывает, да, то есть материал override, отключаем. And now we can start adding materials. А теперь давайте в эту сцену добавлять материалы. You can, of course, go and create your own materials. Можно, конечно, создавать свои собственные материалы. And there are even a few quite interesting new ones here. И здесь, вы видите, появилось несколько новых, очень интересных материалов. For example, car paint, stochastic flakes, great materials for technology, cars, products. Допустим, материалы car paint или stochastic flakes, они замечательно подходят для разной high-tech продукции, для автомобилей и прочих вот таких вот предметов. Sub-surface scattering, great material for skin, but also for wax, for keramics, for all kinds of translucent materials. А материал subsurface scattering, то есть подповерхностное рассеяние, отлично подходит для создания кожи персонажей, но также для полупрозрачных веществ. Это может быть воск, это может быть такая, знаете, полупрозрачный фарфор, тонкая керамика. And we have for more complex material setups, the blend, the bump materials, maybe max users are familiar with those. They allow you to layer materials, control them by mask and create more complex shaders. Есть также материалы, которые позволяют делать, собирать сложные материалы, допустим, blend, bump и так далее. Если вы в МАКСе работаете, вы, наверное, пользуетесь такими материалами. Они позволяют накладывать много материалов на друга, делать маски в каких-то местах и получать очень интересные эффекты. But, another thing we can do is use the library to shade our scene quickly. And this is actually as easy as painting a covering book or working with paint. И здесь это не сложнее, чем детская раскраска. То есть, вы просто заливаешь материалом, и все, очень просто. So, I can just go pick, let's say, for the floor, I want wood and laminate. Let's do something modern. Okay, maybe something light. Dropping it here, how's too much crazy the preview. Просто перетаскиваем его в центральную панель, сразу видим предпросмотр. And select and apply to the geometry. Выбираю этот материал и назначаю его на геометрию. Automatically, I have it in my scene. И сразу же вижу его в своей сцене. I can continue the absolute same way in doing the whole scene. И точно так же я могу назначить материалы на всей объектной сцене. For example, we can go wallpaint and wallpapers. Допустим, захожу в раздел окраска стен и обои. Dropping a material. Выбираю материал, перетаскиваю его в центр. Okay. You can change it if this is not your perfect color or your perfect situation. Можно поменять материал, настроить, чтобы вам не нравится цвет или что-то еще в материале, можете его поменять. And of course, that can be done from two places, quick settings here. Это, естественно, делается двумя вариантами. Либо здесь через быстрые настройки, либо через сложные настройки. Arrow on the right. Продвинутые, которые открываются по стрелке направо. Okay. So, let's add this material to the wall. Давайте добавим этот материал на стену. Sign material. Wherever you see this icon on your viewport, it basically means there is a texture there. Procedural. Если вы видите во viewport вот такую вот иконку, это говорит о том, что здесь есть процедурная текстура. Okay. So, just like this, by dragging and dropping, we can do the whole whole thing. So, the library can be used as a starting point for your materials. С библиотеки материалов можно начать свою работу. Or you can build your own, add them to the library, or optimize those to work best for your situation. Либо можете создать свою библиотеку материалов, то есть отредактировать материалы, сохранить их как свою библиотеку. Либо редактировать в каждом отдельном случае, как хотите. Ну, и вот таким вот образом у вас достаточно разнообразный подход к созданию материалов. И, honestly, I can spend half of the day doing this. И я иногда с удовольствием по полдня трачу на подбор материалов в сцену. Just because I just select, assign the material. Потому что здесь очень просто это делается и очень богатый выбор. And we have the whole thing working. Then, of course, if you want to create a new material, we can just go, generic, create a material. Но если вы хотите создать новый материал, это делается так. Нажимаете на кнопку внизу, делаете generic и создаете новый материал. And we can go and change them, change it. The preview here will show you the exact same result as the render. And you can control what type of preview you want. При просмотру можно настроить. Можно посмотреть в виде шара, в виде стены, в виде ткани и так далее. In order to get a better example of how your material would work on this type of service. Для того, чтобы лучше понимать, как ваш материал будет работать в вашей конкретной сцене. На что вы его назначаете. So, from there on, we can assign the lights, we can assign the materials. Let's go into some more specific geometry optimizations. Значит, получается, мы расставили источники света, откорректировали их, мы назначили материалы. Теперь давайте перейдем к оптимизации геометрии. Потому что, честно говоря, шейдинг – это моя большая слабость. Я на нему времени обычно не жалею, поэтому могу увеличься. Давайте поговорим о интересных оптимизациях геометрии. Вы знаете, наверное, такую функцию, как V-Ray Proxy, когда вы можете оптимизировать количество полигонов по вьюпорте. И во второй части этой презентации я буду говорить про прокси подробнее. Сейчас, на самом деле, я хочу остановиться на других замечательных штуках. Это V-Ray Clipper и V-Ray Fur. V-Ray Clipper можно использовать просто как плоскость, которая разрезает геометрию и показывает вам, что внутри. Либо это может быть не плоскость, а на самом деле любая сетка. То есть геометрия – сетка произвольной формы. And you can mix and match between different geometries, you can mix and match between different exclude and include lists in order to create a sort of visualization of building being built, or what's inside a cupboard, or any way you think. И клиперов может быть больше одного, то есть вы можете сочетать различную геометрию, вы можете делать списки включений и исключений объектов, которые разрезаются, и таким образом создавать очень интересные сцены. Допустим, можете показать, как строится здание потихоньку, можете показать, что находится внутри этого шкафа и так далее. Очень много способов использования. And then we have the fur, which is a procedural way of creating grass, very objects, all kinds of new features. Кроме того, у нас есть V-Ray fur. Это способность процедурно создавать такие вещи, как трава, мех, пушистые поверхности. And one of the great things about it is that before we used to copy grass proxies over the place, or displays for grass. Чем этот fur замечательен? Пока его не было, приходилось делать в прокси травы и расставлять по сцене, да? Либо displacement использовать для того, чтобы показать траву. Now this is done super easily just by using the fur. А сейчас очень красивая трава получается элементарно с использованием fur. So let's check this in SketchUp and we'll start with the clipper. Давайте я покажу вам, как это работает в SketchUp. Начнем сначала с клипера. First of all, we need a piece of geometry to use as a clipper. И, конечно, нам сначала нужно сделать какой-то геометрический объект, который будет работать как клиппер. You can use SketchUp section plane. Вы можете просто использовать плоскость. Это section plane, то есть плоскость сечения в SketchUp. But let's go a little bigger than that and use a custom piece of geometry. Но давайте придумаем что-нибудь поинтереснее, создадим свой объект. Okay, so we can even make it a little more interesting. Сейчас даже чуть посложнее придумаем. Okay. Any piece of geometry would do. Любой объект геометрический нам подойдет. Okay, then something super important would be to make a group or a component. And now, when we have done this, I've grouped it. То есть я его назначила группой. I can click on it. После этого я его выбираю. And click on the clipper icon. И щелкаю вот сюда, меж клиппер. Now this would be my clipper, and to cut through the geometry, I place it upon. То есть вот этот объект стал клиппером. И он теперь будет прорезать любую геометрию, в которую я его размещу. So, now if we random. Теперь если мы отрендерим эту сцену. You can see that it's cutting through the table. Great thing is that the geometry is okay, nothing happened to it, you can still use it. И здесь что хорошо, геометрия в сцене осталась неизменной. То есть с вашей моделью ничего не произошло. And this is super interesting if you do an animation, for example, where it's cutting different parts. И вот V-ray clipper – это совершенно замечательный способ, допустим, создания видеороликов, хит-анимаций, когда вы отрезаете последовательно какие-то части. And you can add a material where the cut is, you can add a specific color here. Or, yeah? На те части, которые отрезаны, вот на то, что мы видим, да, мы можем назначить какой-то материал или какой-то цвет. Or, if you want, you can use exclude lists. Можно также задать списки включения и исключения геометрии из того, что прорезается. Just by grouping it with other pieces of geometry. То есть просто создаете группы. So, if I group it with, let's say, the table. Допустим, я это дело группирую со столом. I'm using latest development builds to show you the latest features and sometimes things like this happen. Я на демонстрациях всегда использую самую последнюю версию, вот, самую свежую от разработчиков, да? И иногда что-то вот такое происходит. Потому что я хочу показать самые последние функции, которые, может, еще не всегда выпущены. И вот так. But now at least you're sure that everything is live. По крайней мере, теперь мы убедились, что это не запись, а что на самом деле это происходит у вас на глазах. Okay, so this is how the Clipper works. If you put it in a group with something, it would cut only through the thing it's in a group with. Значит, вот так работает Vray Clipper. Если вы его объединяете в группу с чем-то, группируете с чем-то, то он будет прорезать только то, что в одной группе с ним. Then, let's explore the fur and create a carpet. А теперь давайте посмотрим, как работает fur. И для этого сделаем ковер. Now again, we'll need a piece of geometry as a base. Создаем сначала геометрический объект. And again, it needs to be a group. Super important for it to be a group or a component. Этот объект обязательно должен быть группой или компонентом. Обязательно делайте группу или компонентом. I'll do it a group. Я делаю группу. And click on the fur icon on top. После чего нажимаю на иконку fur. Права наверху. This automatically added the fur modifier. Автоматически сюда добавляется модификатор fur. Let's position it under the table where the carpet would be. Давайте положим этот коврик под стол, как обычно и бывает. Okay. And randomly. Я randomly. And now you can see we have sort of a furry carpet. И вы видите, что у нас появился ковер. Let's select a region so we can see better. А давайте выберем определенную область, чтобы рендерилось именно она. И тогда лучше посмотрим на результаты, которых получилось. Okay. This we can control procedurally. И теперь внешний вид этого меха, этого ворса, мы можем контролировать процедурно. First let's add a material. Сначала давайте добавим сюда материал. There is a new material called hair material. У нас есть новый материал, который называется hair, волосы. Which is optimized for this type of geometry. И он как раз оптимизирован для вот такой геометрии. But it's optimized in order to get better consistency and see better the light in between those hairs. То есть материал волосы оптимизирован для полупрозрачных материалов, для того, чтобы лучше свет играл, проходил более-менее сквозь одну ворсенку, отражался на другой и так далее. But in my opinion, especially if you're not going to look closely at the fur, closely at the grass, even... Я считаю, что если у вас этот ковер и трава не абсолютно на переднем плане, если его разглядывать не придется... My opinion, materials from the library may work just as well for creating some kind of shading. Я считаю, что материалы из библиотеки тоже отлично подходят для шейтинга. То есть выбираю просто материал. And now we can change the length, the position, the thickening, and so. А теперь могу менять длину форса, его наклон, его густоту и так далее. Geometry, fur. Для этого захожу во вкладку геометрия, там нахожу fur. So now we can change. И вот смотрите настройки. All of those settings are in centimeters, have that in mind. Ah, да, кстати, все настройки в сантиметрах, учтите это. So if we make it longer... ...длина в данном случае у нас 80 с небольшим сантиметром. Удлиняем ворс. You can see it. Видите? Out instantly. Высокий ворс получился. Okay. A little longer. Или еще длиннее. Now... It's like a coffee table in the jungle. Получился у нас столик в джунглях. Okay. So we can adjust the height. То есть выбираем длину ворса. Then we can make it less or more tick. Густоту ворса. Less tick. Видите, разреженный ворс, да? Редкие ворсинки торчат. Now it's not dense enough, adding more density. Ну, я считаю, что это недостаточно густой ворс. Нужно плотность добавить. And maybe make it curly, make it more fluffy. So, just like this, you can start adjusting and you can create beautiful hair, beautiful fur, beautiful grass. И вот таким вот образом вы можете создать совершенно замечательные волосы, мех, траву. Or, of course, whatever you like. And then, of course, when we are happy with what we have, we can render it. Когда вы сцену настроили, и сцена вас полностью устраивает, вы можете ее отрендерить. Full support for interactive bucket and swarm rendering, as you mentioned. Здесь полностью поддерживается и интерактивный рендеринг, вы это видели, и прогрессивный, и рендеринг пакетами, и распределенный рендеринг swarm. Swarm автоматически определит в вашей сети все компьютеры, на которых есть соответствующая лицензия. And in an easy way, allows you to use this computing power over one image to render it faster, of course, in a larger resolution, or whatever you prefer. И достаточно просто позволит вам задействовать ресурсы других компьютеров с лицензией, для того, чтобы быстрее отрендерить какое-то там большое тяжелое изображение, изображение с высоким разрешением и так далее. But all of that here is super optimized, so you don't need to go into, you know, sampling, subdivisions, even the global illumination is set linked to the presets. И мы здесь все очень хорошо оптимизировали, поэтому вам не нужно больше копаться в настройках и самим настраивать, допустим, даже GI, Global Illumination, выбирать там движки, делать сэппинг и так далее. Все это уже оптимизировано и заложено в пресеты. What we can do, though, after we're done rendering, is add a few additional details. Но после рендеринга можно еще кое-что добавить. And I want to speak more about the noise that I've been mentioning so much. И я хочу здесь подробнее рассказать о деноизере, о котором я уже несколько раз упоминала. Which is a post-effect, allowing you to get rid of the noise and save the detail. Деноизер — это эффект пост-продакшена, то есть то, что накладывается на результат рендеринга и позволяет вам убрать шумы, но при этом сохранить детали. In order to speed up your process and get a better image for last time. Использование деноизера ускорит вашу работу и позволит вам получить более качественное изображение за короткое время. So, let's test it out in SketchUp itself. Давайте посмотрим, как он работает в SketchUp. Okay, so we are picking our view. Выбираем вид, который хотим отраздерить. Заходим в Asset Editor, выбираем «Настройки». Щелкаем по стрелке направо. Заходим в рендерные элементы. И вы видите, что здесь поддерживается много различных рендерных элементов, список длинный. So, if you want to do compositing, you will have no setbacks. Поэтому, если, допустим, вы будете делать compositing, то V-Ray вас здесь ничем не ограничит. But the one I'm looking for is the denoiser. Сейчас мы ищем конкретный рендерный элемент – denoiser. I can even type in on top. Можно просто начать с печатать там D, E и так далее, и вы найдете denoiser. Okay, so I have it. Вот мы его выбрали. And it has presets. У denoiser есть тоже пресеты, настройки. Where you can pick default. Собственно, три варианта. По умолчанию дефолтный. Medium, default, low, and… Sorry. Низкий уровень и высокий уровень. Yes, thank you. So now I can just pick a quality of rendering. Let's go with buckets. И теперь я выбираю качество самого рендеринга. Допустим, будем рендерить бакетами. И качество поставим пока низкое. We can pick the preset. Let's go with the default. Выбираю вариант denoiser, пусть будет дефолтный. And start rendering. И запускаю rendering. Right. V-Ray automatically creates a few additional render elements, allowing it to know the image better, to understand where we have noise and where we have details. Когда мы выбираем, задаем рендерный элемент denoiser, V-Ray автоматически добавляет еще целую группу рендерных элементов, которые позволяют ему собрать информацию из сцены и определить, что является шумом, а что является деталью. This is low quality. Это низкое качество рендеринга. Помните, низкое. And I'm doing this for the purposes of the presentation. И я сейчас поставила низкое качество для того, чтобы сэкономить время в презентации. But, normally, the denoiser depends on the rendering. Но, конечно, результат применения denoiser зависит от качества предыдущего рендеринга. So you cannot expect for a super-super-whole quality rendering to be magically changed by the denoiser. Поэтому, конечно, не ждите, что рендер низкого качества вдруг станет идеальным после denoiser. But, when you achieve a decent quality denoising on top can give you great results for much-much less time. Но, если результат рендеринга у вас приемлемого качества, приличного, да, то применение denoiser поверх дает замечательный результат. Did you notice how quickly it switched to a less noise? Вы увидели, как быстро произошло удаление шума? То есть, картинка была сначала шумная, потом раз, и чистая. Это как раз сработало denoiser. So now we have the beauty path, which is the original rendering. То есть, вот результат рендеринга. And we have the denoiser result. И вот результат применения denoiser. Where we have the same image, but with a lot less noise. То же самое изображение, но шума гораздо меньше. This is two times zoomed. Вот я увеличила два раза. We can go even closer, just to show you. So, original. Вот оригинал. Denoised. И после denoiser. So, just like this, you can get rid of a lot of your noise problems. Вот таким образом вы можете избавиться от большого количества шума, который вам мешает. And this is with low rendering. If your rendering is a better quality than this, denoiser could be even clearer. И это я renderила в низком качестве. А если бы я renderила в более хорошем качестве, то denoiser дал бы еще более чистую картинку. Great thing here is that it's basically denoising on your graphics card, on your GPU. Здесь очень хорошо то, что denoiser работает на ресурсах видеокарты. So, whatever kind of GPU you have, automatically it will be detected. The denoiser could be done on it, and that's why it will be super fast. Любой видеокарта. То есть, какая бы видеокарта у вас ни стояла, V-Ray автоматически ее определит, используя ресурсы для шумоподавления. Поэтому шумоподавление происходит очень быстро. И эта функция, denoiser, она идет со всеми новыми версиями V-Ray во всех программах. So, just so you know, it's available all over the platforms. Просто, чтобы вы знали, это есть во всех новых V-Ray. 3.4. 3.4. Начиная с версии 3.4. If we have more than one graphics card, will it be quicker? Absolutely. Да, конечно. Более одной видеокарты, еще более быстрая работа. Normally, our tests show that even for normal resolutions, you don't get more past a few seconds per image, even on quite normal, you know, 8-year-old resolutions. Но на самом деле, даже одной видеокарты хватает на то, чтобы шумоподавление прошло буквально за несколько секунд. Даже изображение в высоком разрешении, то есть HDRI, все равно шум давится буквально за несколько секунд. On normal working graphics card, на обычной рабочей видеокарте. And if you have more than one, even better. Конечно, если видеокарта не одна, то еще лучше. But if we can, after presentation, leave some time for questions, so we can... После презентации у нас будет время на вопросы, и лучше все вопросы задать. Okay. So, from then on, let's continue. Теперь давайте продолжим. Of course, full-functioning V-ray frame buffer here. Конечно, здесь тоже есть полнофункциональный V-ray frame buffer. So, you can go, use the runner history, save your images, track your progress. То есть здесь вы тоже можете сохранять историю своей работы, отслеживать прогресс. Use the color corrections. Здесь же можно делать светокоррекцию. So, just here, like a small, small Photoshop, like every V-ray. Это такой мини-фотошоп, встроенный в V-ray. You can go and completely change the way your image looks. То есть прямо из frame buffer вы можете поменять, довольно сильно поменять внешний вид вашего изображения. And since the frame buffer is the same across all platforms. Да, V-ray frame buffer, он везде одинаковый, во всех V-ray. You can save your presets. И поэтому вы можете сохранить свои настройки frame buffer здесь. And use them in other V-rays, load them again in the same one, or even exchange with colleagues, have a library of presets to load discover corrections. И потом использовать их повторно, как в SketchUp, так и в других программах. Вы можете делать в библиотеке пресетов, можете обмениваться ими с коллегами и так далее. So, just like this, you can adjust your image anyway super quickly. Вот таким вот образом вы можете довольно быстро подкорректировать свое изображение. The lens effect Здесь же можно применить эффект объектива Work beautifully as well. Здесь они тоже хорошо работают. Okay. But this is not the best example. I just want to show you that you don't need to pre-render nothing. You can just adjust the lens effect. Конечно, не самый лучший пример, я просто хочу вам показать, что все это происходит сразу же, вам не нужно рендерить каждый раз после применения эффекта. And they work with the denoiser as well, so now my image is denoised and with lens effects. И эти эффекты они накладывают поверх denoiser совершенно замечательно, то есть сейчас изображение с подавленным шумом и с эффектом объектива. Okay. So, just like this, you can do a lot of work in SketchUp itself without the need to go into an additional platform. Таким образом, вы прямо внутри SketchUp'а можете очень хорошо настроить изображение, и вам не придется переходить в какие-то более сложные приложения. So, if you haven't tested this one, Поэтому, если вы пока Everray для SketchUp'а не пробовали, Go now and do it. Обязательно загрузите и попробуйте. Same goes for V-Ray for Ryan, all since they are the same with the same functionalities. И то же самое могу сказать про Everray для Райна, потому что это очень похожая программа, у них одна и та же функциональность. Okay, not completely the same. 98% И, конечно, у нас будут добавляться новые функции, нам еще будет, что вам показать. Но я сейчас хочу перейти к следующей части. Where I will speak more about architectural approaches when it comes to rendering. И рассказать больше о архитектурной визуализации, о том, как ее можно делать. I'll be working with this project. Расскажу я на примере вот этого проекта. Which is straight rendered in Buray for SketchUp. И вот это тоже пример рендеринга в SketchUp'е. То есть это изображение было получено именно путем рендеринга в SketchUp'е. And I think that some of the information, some of the tips and tricks I will give you are usable across multiple platforms. Я на самом деле думаю, что некоторые из советов и приемов, которые я вам расскажу, применимы не только на платформе SketchUp'а, но и на других платформах. So, let's see all this in action. Давайте посмотрим, как это работает. Okay. We just... Okay. This is the Sarmiento Museum. It's located near Buenos Aires in Argentina. It's a real существующий музей, расположенный в Аргентине около города Buenos Aires. And these renderings were done by an artist called David Santos. And we always love to showcase what people can do. And we, на самом деле, всегда с большим удовольствием показываем результаты работы наших пользователей. So, I'll be using his materials and showing you some approaches on how to create those type of results. Поэтому именно на примере его проекта я буду показывать вам различные интересные приемы и советы по использованию V-Ray для SketchUp. But a project like this comes with a few main challenges. Этот проект простым назвать нельзя. Какие здесь сложности? One of this is that this is a real building. It's an actual building now existing. Во-первых, это реальное здание. То есть мы сейчас говорим о визуализации реально существующего здания. So, if we make something absolutely stupid, people will notice. Поэтому, если мы здесь где-то хорошо ошибемся, это будет бросаться в глаза. И вот на таких проектах, где люди могут сличить визуализацию с реальной фотографией, на самом деле физическая точность чрезвычайно важна. Нужно делать модель и вообще весь проект максимально физически точным. And this project, actually, this building, this Sermianton Museum was built in 1855. Что это за здание? Здание было построено в 1855 году. So, it's not a typical modern architecture of visualization with a whole glass tower reaching the skies. И, конечно, нельзя назвать это примером современной архитектуры. И это не визуализация какого-то современного здания, какой-то, знаете, башни из стекла и бетона. So, of course, one of the challenges would be recreating the whole feeling of the building, creating the whole atmosphere of the place. Поэтому дополнительная сложность этого создания, вот ощущения этого здания, атмосферы места. Then, one of the major things we have so much vegetation, we have so much plants, we have so much grass. Кроме того, смотрите, какая пустая растительность плотная, столько деревьев, столько травы. And we have the super detailed geometry, the super detailed original house. И очень большая детализация геометрия, очень большая детализация этого изначального строения. And all of this makes it a wonderful project for an interesting visualization. И поэтому это, да, сложный, но очень интересный проект для визуализации. So, starting with the story of the project, especially if it's a real building, especially if it's something people can go and see. Поэтому, какая история у этого проекта? Это реальное здание, это место, которое люди могут до сих пор увидеть. Knowing the history, seeing the place actually makes a big difference. И, вы знаете, это очень важно, когда ты знаешь историю, которая стоит за проектом, когда ты можешь посмотреть на реальное здание. Но, к сожалению, не все из нас могут полететь в Буэнос-Айрес и посмотреть на это здание своими глазами. Поэтому я поступила так же, а к любой другой человек. Я поискала это в Гугле. Ты заходишь в Гугл. Ты заходишь в Гугл. Ты можешь увидеть настоящий место, настоящий положение, даже очень деталей 360-ти. И видишь, где стоит этот музей на реке Сармьента. И видишь фотографии этого места. И видишь, в общем, панораму на 360 градусов, как часто в Гугле. И ты можешь увидеть, насколько визуализация была в этом рандомом Гугл-фоте. И посмотрите, насколько визуализация, которую мы получили от Дэвида Сантоса, похожа на фотографии, которые загружены в Гугл. И на любую из произвольных фотографий. Что будет первое, что делать? Смотрите на больше фотографий, смотрите на больше референций. Когда мы делаем такую визуализацию, с чего мы начинаем? Мы начинаем с изучения референций. С отсмотра большого количества изображений. Потому что если мы визуализируем что-то абсолютно новое, придуманное из головы, что нашему зрителю совершенно незнакомо, то да, здесь у нас полная свобода творчества. А если мы воспроизводим реальный мир, то мы должны на реальный мир и опираться. So, the first key of creating realistic geometry, realistic materials, realistic illumination, would be, of course, going outside and looking at the real thing. So, going out and taking photos is actually a great start of learning and exploring the materials around us and the materials we would like to include in our 3D environment. И вот просто фотографирование того, что нас окружает, да, фотографирование различных природных вещей, текстур, это очень хороший способ изучения и, скажем так, усовершенствования своей визуализации. Ну, и, конечно, когда ты видишь, как твой коллега бегает и фотографирует, я не знаю, какую-то траву или тротуарную плитку, это тоже очень круто. So, from there on, looking at references, we can try and recreate this type of environment and illumination in our 3D scene. И когда у вас есть коллекция референсов, библиотека референсов, то с опорой на них вы можете пытаться воссоздать вот эту среду, этот свет у себя в 3D. And the key to actually great, for example, materials is thinking about the process that something goes through to look like this. И, кстати, что помогает создавать реалистичные материалы, это обдумывание того, как материал, скажем так, дошло до жизни такой, то есть, почему он выглядит сейчас так, как он выглядит, какие процессы для этого потребовались. So, for example, if it's concrete, it will never be clear, you would always have some leakage, you would always have some dirt around, it will never be symmetrical, and it will never be perfect. То есть, допустим, если мы говорим о каких-то бетонных предметах, бетон, он никогда не будет абсолютно однородным, ровного цвета, да? Он всегда будет с какими-то потеками грязи, с неровностями, с пятнами. This is actually one of the things that makes some visualizations look fake, they are too perfect. И вот это иногда выдает в визуализации именно визуализацию. Это слишком идеальная картинка, слишком идеальный мир. Then, another thing we, of course, must concentrate on will be scaling. Кроме того, еще одна очень важная вещь, о которой нужно помнить, это правильный масштаб. V-ray works in real world values. V-ray работает в реальных единицах. So, when you see that number there with the 4, for example, this is how high the 4 would be in centimeters. То есть, когда мы настраивали мех, помните, ворс, там была высота ворса в сантиметрах. And you cannot expect something to look realistic, for example, this is a chair 10 meters high. И вы не можете ожидать реалистичности от картинки, на которой стул, допустим, высотой 10 метров. Unless I've seen one visualization by Ikea, where they had one 10-meter high chair, there it was okay. Ну, единственный случай, может быть, если вы визуализируете рекламный проект Ikea, у них бывают такие 10-метровые стулья. They put it on the street, it was there, I saw it. Они поставили 10-метровый стул на улицу, да. Это единственное, где такие стулья встречаются в реальности. But besides this, the chair must be normal height, the tree must be normal height. Но, в общем и целом, стулья должны быть правильной высоты, деревья должны быть правильной высоты. So, here we can calculate from this reference photo. Как узнать высоту, допустим, пальмы? Можно найти фотографию, где есть пальма и что-то, высоту чего мы знаем, допустим, человека. This person is, for example, 1 in 70 meters high. Putting it on the palm tree, we can see that it goes around 22 meters. Ну, вот предполагаем, что у роза этого человека метр семьдесят, да, и насколько это будет на пальме, и считаем, получаем высоту пальмы 23 метра. So, I put this palm in our scene. We put all of those references in good use to our scene. И, соответственно, в нашей сцене мы делаем такую же высоту пальмы. Okay, little more water, trees, I think you get the idea. То есть вы видите, что мы везде опираемся на референсы, и когда делаем деревья, и когда делаем воду, и так далее. Кроме того, необходимо очень правильно сделать геометрию. Извините, без этого не обойтись. Нет какого-то простого способа создать детальные модели. Нет, скажем так, волшебства, которое поможет нам этого избежать. And good modeling, detailed modeling can be the base of every great project. Правильное моделирование, достаточно детальное моделирование – основа любого хорошего проекта. And you can see here all the geometry, how detailed it is, and how many levels of detail we can find. Of course, if you're working only from a certain point of view, it would be normal to create the geometry just for that point of view. Можно сделать геометрию, чтобы она была видна только с этой точки, ту геометрию, которая видна с этой точки. But imagine how painful it would be if you did it for one point of view, and somebody comes and says, ok, give me the other point as well. Представляете, как будет обидно, да, если вы разработали всю геометрию, которая видна с конкретной точки, сделали изображение, сделали рендер, и потом вам начальник говорит, да, здорово, но покажи-ка мне это с другой стороны. So, detailed geometry is detailed geometry. Поэтому достаточно детальная геометрия – это совершенно необходимая вещь, без которой не обойтись. And one thing you can notice here, that even at simple clay renders, you can see how much beautiful detail we have in every piece. И вы здесь видите, даже в рендерах с одним цветом, да, с простыми материалами, допустим, глиной, насколько красивая и правдоподобная картинка. Это из-за цитализации. Еще один очень важный момент для реалистичности картинки – это избегайте острых краев. Потому что в реальном мире никогда не будет таких четких острых граней, как мы видим на трехмерной модели. И я вам расскажу очень простой способ сгладить края и сделать фаски процедурно в V-ray, вместо того, чтобы все это моделировать. Но не забывайте, пожалуйста, его применять, не забывайте об этом правиле, если вы занимаетесь архитектурной визуализацией или вообще, в принципе, визуализацией каких-то объектов. Но если говорить вообще о геометрии в этой сцене, я думаю, что первое, что бросается в глаза, это сколько там деревьев. И в любом приложении, да, если у нас в сцене появляется определенное большое количество полигонов, то есть много высокополигонных геометров деревьев, нам становится очень сложно делать навигацию в этой сцене, то есть вид, допустим, в юпорте не повернешь. И это очень хорошо оптимизируется с использованием прокси. V-ray прокси have been here for quite a while. V-ray прокси — это не новое изобретение, мы уже довольно давно им пользуемся. Actually, it was an original concept of V-ray, but in the days. Придумали прокси, именно V-ray. What's the idea? We export the high-poly geometry on our hard drive. Как работают прокси? Мы берем высокополигональную геометрию, экспортируем ее на жесткий диск. And then we have a super low-poly preview in the viewport, just to position it, locate it, and see where the geometry would be. А во вьюпорте появляется просто предпосмотр, то есть такой низкополигональный либо модель, либо благоточек, который напоминает наш объект, и мы расставляем эти прокси так, как оно нужно. Wow, in rendering time, we see the beautiful detailed geometry of the proxy from our hard drive. То есть вьюпорт не загружается, а во время рендеринга информация берется с жесткого диска. То есть после рендеринга мы видим красивую картинку со всеми правильными объектами. And a few ways to do proxies in V-ray. Как можно использовать прокси в V-ray? One, of course, would be using SketchUp itself and importing the proxy from SketchUp. Ну, во-первых, можно, конечно, использовать сам SketchUp и импортировать прокси из SketchUp. The new version of V-ray for SketchUp fully supports exporting the proxy. Новая версия V-ray для SketchUp полностью поддерживает экспорт прокси. So here you can see that this is one quite heavy piece slowing down our workflow. Вот вы видите, это ель, это высокополигональная геометрия, и она замедляет работу. А представляете, если у нас 20 таких елей стоит? It's beautiful in rendering, but it's a nightmare to work in the viewport. Да, ель замечательно красивая, рендеринг дает очень хороший, но во вьюпорте с ней работать очень муторно. И, кстати, ролик здесь записан в реальном времени, поэтому она просто этот ролик будет перематывать для того, чтобы время становить. Здесь вы видите, что мы экспортируем прокси, то есть мы записываем его на жесткий диск. Теперь у нас в вьюпорте остается очень простое облако точек для того, чтобы видеть, где стоит дерево. А после рендеринга мы видим настоящее дерево, то есть мы используем для рендеринга ту самую сложную модель. И таким образом мы можем добавить в сцену много таких объектов, но это не замедлит, не затруднит нашу работу вьюпорте. Таким образом можно сделать целый лес. То же самое можно сделать в Максе. Мы можем экспортировать прокси в Максе. Или импортировать прокси в Максе. Это очень круто, потому что таким образом мы одни и те же деревья можем использовать в любых приложениях, где работает в Вирей. И в Максе есть также возможность другого просмотра прокси, не как облако точек. И вот вы экспортировали это прокси из Макса, импортируете в SketchUp. Когда вы используете прокси, прокси это же идентичные объекты, правильно? Для того, чтобы они выглядели естественно, нужно их по-разному поворачивать, немножко менять их масштаб, ставить их чуть-чуть на разной высоте. И как наш корейский коллега говорит, значит они будут выглядеть как солдаты на параде. Вот что мы можем делать с прокси. Но это не вся детализация, которая нам нужна. Мы можем ее увеличить. Нам необходимо добавить еще траву. Раньше мы делали так, рисовали участок травы, моделировали по сути дела, делали из него прокси и потом этими прокси заштамповывали все. Сейчас мы можем очень просто использовать фер для того, чтобы воссоздать хорошую траву. Но фер это просто трава. Поэтому я считаю, что лучшего результата можно добиться комбинированием этих методов, то есть делать и фер, и еще прокси на него накладывать. Кроме того, на фер можно наложить карту. Таким образом, на траве появляются, допустим, тропинки или проплешины или еще что-то. Как это происходит? Как это происходит? Здесь у меня две карты. Одна карта – это распределение фер. То есть, где черная, там нет травы. А другая карта внизу – это направление наклона травинок. То есть, вы видите, когда мы накладываем вторую карту, то мы получаем более естественную траву, которая притоптана, пригнута в разных направлениях, а не просто как будто ее причесали. Как это делается? В VRA4 в материале несколько слотов или текстур. Вот это слот для направления direction называется. Берем карту JPEG, подключаем ее в слот direction направление. И вы видите, где самые темные пятна, там сильнее трава замята или в другом направлении лежит. Где пятна светлые, там трава практически прямо стоит. Вот этот JPEG мы подключаем в слот color correction. Для того, чтобы во время рендеринга мы могли изменить контраст. И, соответственно, изменить внешний вид этой текстуры. Посильнее, послабее. Вот смотрите как. То есть, мы просто путем цветокоррекции этой JPEGшной карты меняем внешний вид травинок. То есть, таким образом, у нас есть JPEG, который дает направление травы, но мы еще его контролируем, опять же, процедурным образом, для того, чтобы добиться нужного результата. Ну и кроме того, мы можем наставить на этот пифер дополнительно прокси, сделать предпросмотры простые прокси и расставить их в лужайке. Это могут быть камни, травинки, камни. Что я думаю, что делать это? Один раз вы создаете камень, а потом вы его используете на так много проектов. Я видел этот камень в наших проектах уже третий год. Все работает, все красивый камень. Из-за этого нужно создать материалы. Да. Дальше делаем материалы. Это всегда хорошо, когда материалы физически точные. Потому что они в рендере гораздо реалистичнее выглядят. И вы можете видеть, как с этой бомбой мы чувствуем, что эта река выглядит слишком блестящей. То есть немножко неправдоподобной, да? И еще один очень важный момент, о котором я вам уже говорила, это грани, края. Как быстро и просто избавиться от острых граней? Понятно, что можно геометрию переделать, перемоделировать. Но как сделать проще? Вы видите, что кубик справа выглядит гораздо реалистичнее и, в принципе, гораздо приятнее, чем кубик слева, который явно нарисован. Для того, чтобы это сделать, мы используем текстуру V-Ray Edges. Эта текстура подключается в материал в слот бомб, в слот неровностей. И она определяет грани, края. И по этим граням создаёт фаски в процессе рендеринга. Конечно, это имитация фаски, потому что это эффект бомб неровностей. А выглядит очень неплохо. Да, конечно, если посмотреть на углы, вы увидите, что углы остались острыми, потому что это бомб. Но если бы я не обратила на это ваше внимание, вы, скорее всего, сами не увидели бы. То есть, когда мы просто добавляем текстуры edges, To the material bomb slot, you can create monster edges. For much less time. И это происходит быстро. Конечно, в максе это тоже работает. But another great thing about this is that it works between different geometries. Чем эта текстура ещё хороша, она работает даже на соприкосновении разных геометрических объектов. То есть, если у этих объектов один и тот же материал, You can see that we have the bubbling in between them as well. Посмотрите, там, где маленький пролипик стоит на большом, там тоже маленькое скругление. Это ещё один простой приём повышения реалистичности изображения. Then for this project, super standard materials when it comes to shading. Ну и в этом проекте материалы сами по себе на самом деле были достаточно стандартные. Diffuse, reflection, normal bomb and ambient occlusion to create the shader. Вот, допустим, этот shader состоит из четырёх слоёв дефузный, Огрожение, нормальный бомб и ambient occlusion. Okay. For the trees, same type of approach. Деревья делаем также. С одним интересным приёмом. Если у нас есть дерево, If we make all the leaves the same color, И мы закрасим все его листья одним и тем же цветом, It would look fake. Дерево будет выглядеть ненатуральным. So we need to randomize the colors of the different leaves. Поэтому в идеале нам нужно рандомно назначить цвета на листья, да? A super easy way to do that would be using the multi-subtexture. Проще всего это сделать с использованием текстуры multi-subtexture. Which will automatically assign different materials to different leaves. Она автоматически рандомизирует разные текстуры на разные листья. И таким образом у вас появляются более естественно выглядящие объекты, природные объекты. You can see that you can add as many colors or textures as you want. Причём таких цветов можно добавить сколько хотите. Here, for the purpose of this presentation, they are super bright and realistic colors. This is a change. But you can go with different shades of grey to create a realistic real world feeling of different leaves. This is random by node handle. So this is the automatic randomization you can get. For example of it. And you can mix between more and more textures or colors. Which will create this natural looking variation in the leaves. Then, for the additional shading, of course, the bark shading. Normal approach. Diffuse, specular and bulb texture. Same goes for the trees, for the leaves themselves. To же самое касается самих листьев. Adding, of course, here the alpha to create the shape of the tree. And, of course, you can see here all the different types of trees. We have different types of alpha. You can see here all the different types of trees. We have different types of alpha. Of course, you can use the library. Of course, you can use the library. Because a lot of the materials in this library actually will be beautiful in those types of situations. Потому что очень многие материалы из этой библиотеки совершенно естественно ложатся в эти ситуации. And, even if we go more into detail, we want to create more realistic looking exterior visualization. Ну, а если мы хотим, скажем так, вдаваться в детали и действительно сделать очень реалистично выглядящую визуализацию экстерьерных сцен. Мы можем использовать эту мультисубтекстуру для рандомизации, допустим, между листами стекла. То есть, допустим, одна стеклянная панель будет чуть голубее, чуть-чуть другая чуть зеленее, третья там чуть пожелтее. И это даст изображению реалистичность. Потому что, если посмотреть в реальном мире даже на современное здание, там не будет абсолютно одинакового стекла. Потому что, допустим, повыше, поскольку стекло дорогое, они ставят чуть-чуть другое стекло. Imagine for something that is almost two centuries old, like the original building here. А представьте, что было век назад, когда производство стекла было еще более дорогим. Then, after we've done with shading and geometry, we need to do the lighting. Если мы сделали shading, если мы закончили работу с геометрией, нам теперь необходимо расставить свет. Обычно, конечно, мы начинаем с расстановки света, а потом изучаем материалы. Но, если мы воссоздаем реальное здание, реальную ситуацию, то материалы у нас есть уже. То есть, мы знаем, какие материалы, поэтому мы назначаем известные нам материалы, а потом уже ставим свет. И в этом случае очень просто использовать систему Sun and Sky. And Vray for SketchUp fully supports the native sun, but... Vray для SketchUp полностью поддерживает нативное солнце SketchUp. So, besides some additional settings, if you want to tweak it a little. You can just change the time of the day from SketchUp's panel itself. And you can see that, just by changing that, the whole feeling of even a preview visualization can change completely. И вы видите, что положение Солнца очень сильно меняет сцену. Даже на превью это видно, атмосфера сцены меняется. Then, of course, by default, the sky model would be called HOSEC. Да, по умолчанию используется система неба HOSECA. Which is our newest and most physically accurate calculation of the new world sun looks more realistic. Это наша самая новая и физически наиболее точная модель Солнца и неба. Она наилучшим образом отображает реальное Солнце и небо. But, of course, here you find all four types of sky. Но вот вам все четыре модели неба. And, if you want, you can experiment, change to another type, see how that one works. И, если хотите, можете экспериментировать, переключиться на другой тип, посмотреть, как он будет выглядеть. I really hope the colors are beautifully visible here. Я очень надеюсь, что проектор правильно передает цвета. But, the sky variation can be also quite customizable. Ну, то есть, небо здесь тоже можно настроить. Then, there is the option to go with the Dome light. Кроме того, можно осветить сцену с использованием Dome light. Just for an example. And, after that, after we've done the geometry, we've done the lighting, we've done the materials. We need to do the composition, the rendering. And, I found out that people who study art history or know their art are actually better than the rest of us. Because the same principles that we use to create our 3D renderings have been here for centuries. Because the same principles that we use to create our 3D renderings have been here for centuries. To review the centerpiece, to review the building itself. And, even though the main horizon line is just in the middle. Our view is centered by the house because it's positioned not so much in the middle, but here in the classical third part of the picture. Our view is of the one-third. Our view is centered upon the one-third, the one-third, the one-third, the one-third, the one-third. Speaking of one-third, here is another renderer where it perfectly sees that we have one-third sky, one-third ground and one-third water. Если говорить о правиле третей, вот тоже классическая композиция, когда горизонтально изображение разбито на три части, верхняя треть неба, затем треть земля, скажем так, и треть вода. И таким образом, конечно, дом как главный объект на картинке сразу же притягивает внимание, видно, что нам показывает именно дом, но вокруг него достаточно пространства, то есть изображение дышит. И вот эта лестница и отражение в воде, они как раз направляют взгляд к дому. Ну и кроме того, у нас есть официальная картинка, тот самый финальный рендер, который в данном случае нарушает все стандартные правила композиции фотографии. Потому что во всех учебниках пишут, и говорят, что в первом учебнике фотографии, который я прочитала, первым же правилом было, никогда не размещайте свой объект в центре. Если вы не делаете этого вот абсолютно специально. Почему в данном случае центральное размещение объекта сработало? Обычно, если у нас что-то одиноко стоит в центре кадра, то это вызывает соответствующие ощущения одиночества, отчаяния и так далее. Но здесь наше здание окружено пальмами, которые берут его в рамку, которые притягивают к нему внимание и, ну, можно сказать, рамкой его обнимают. Кроме того, весь кадр выстроен по третям, видите, здесь третий, здесь третий. А еще у нас есть лестница сбоку, которая тоже проводит наш взгляд и приглашает заглянуть вовнутрь этого стеклянного кубика. То есть бывает так, что композиция классически вроде бы неправильная, но работает. И так, мы выстроили композицию, вот у нас понятно, какая будет сцена, теперь мы ее рендерим. И можно сделать затем цветокоррекцию, применить эффект объектива. И можно ограничиться прямо работой в SketchUp, да, можно и перейти в Photoshop и сделать композитинг с помощью рендерных элементов. Но вот эта картинка, эта визуализация была сделана непосредственно в SketchUp, без постобработки. И вы видите, что, несмотря на то, что это реально существующее место, это реальное здание, визуализация его модели передает атмосферу этого места и показывает его аудитории очень реалистично. Я надеюсь, что этот мастер-класс был для вас интересным. И мы начали с обзора того, что можно сделать в бюре для SketchUp. И я думаю, что вот это замечательный пример того, что можно сделать в бюре для SketchUp. И если говорить, конечно, про свет. Про материалы, про оптимизацию, то я могу еще много часов говорить. Но в конечном итоге имеет вес только изображения, которые вы сделали. Поэтому я вам предлагаю, заходите на наш сайт. There's a trial, if you haven't full functioning trial available. И если вы продолжаете триальные версии, если у вас уже не стоит функционирующая версия, которую вы можете просто обновить. Absolutely, everything could work. Everything could be fully supported. Триальные версии полностью функциональные, полностью рабочие. Там все поддерживается. И посмотрите, как они работают. Попробуйте, тренируйтесь. Я уверена, что вам понравится. Now, I think time for your questions. Ну, а теперь время для ваших вопросов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...